Всем привет! Чаще всего география нам не пригождается в жизни, хотя здесь можно и поспорить. По крайней мере, она пригождается нам больше, чем химия или высшая математика. Мы используем географию, чтобы прежде всего научиться представлять у себя в голове карту, расположение тех или иных объектов на местности. Бывают самые разнообразные карты, уровни высот гор, физические, экономические, топографические, политические, карты природных ресурсов, даже карты миграции животных или карты тех или иных национальностей людей. Однако интерес географии зависит от того, как эти факты нам подать. Ведь всегда можно найти что-то увлекательное. И я хочу вам представить 18 карт, которые могут изменить ваше представление о планете Земля. По крайней мере, рассматривать их будет совсем не скучно. Где находится Канада? А? Карта пабов в Великобритании. В Великобритании настолько много пабов, что если разместить их метки на карте, то они в аккурат займут почти всю карту Великобритании. Паб – это сокращенно как паблик-хаус, заведение, в котором продаются алкогольные напитки для распития внутри или вне данного помещения. Традиционно существовавшие в Великобритании и Ирландии и являются частью социальной культуры этих стран. Паб, предлагающий временное жилье, может называться inn – гостиница в Великобритании или трактир. В Австралии пабы часто носят название отель, хотя не предлагают ничего, кроме временного жилья. Отели, предлагающие только временное жилье без бара, называются частными отелями. Пабы – это общественные места, ориентированные на продажу и потребление алкогольных напитков. Как правило, в пабах предлагается пиво, вино, ликеры, алкопопы, коктейли и безалкогольные напитки. А мы еще говорим, что Россия – самая пьющая страна, хотя в любом городе у нас не такая плотность пабов, как в Великобритании. Карта церквей в Польше. В Польше настолько много церквей, что метки каждой не вмещаются на всю карту Польши. Польская православная церковь – это автокефальная поместная православная церковь в Польше, которая по численности паствы, послекатолической, имеющая 12-е место в диптихе автокефальных поместных церквей Константинопольского патриархата и 13-е место в диптихе Московского патриарха, в совместной форме была учреждена в 1948 году. Карта распределения рыжеволосых людей по Европе. Как мы видим, что прослеживается тенденция того, что на определенных территориях преобладают люди с рыжими волосами. Скорее всего, это зависит от климата. Как мы видим, самые рыжие люди живут в Великобритании и Ирландии. Вернее, на севере Великобритании – самые рыжие люди. И помечены они на карте красным. Далее, по убыванию, менее рыжие люди живут на территории Норвегии, Швеции, а также Франции и Германии. И Бельгии, а также, судя по карте, эстонцы – самые рыжие люди. На остальных же территориях рыжеволосые люди встречаются реже. Карта индекса счастья людей. Или в каких странах живут самые счастливые люди? Красный цвет – это самые несчастливые, зеленые же – самые счастливые. Как мы видим, самые счастливые люди живут в Северной Америке, Австралии, а также Бразилии. Самые счастливые люди живут также в Финляндии, Швеции и Норвегии. А вот самые несчастливые люди проживают на территории Африки, Индии и Китая. А вот умеренно счастливые люди живут на территории России, Казахстана и Саудовской Аравии. И, вероятнее всего, это, конечно же, связано с благосостоянием и климатом. Карта – самых фотографируемых мест на планете. Как мы видим, самые фотографируемые места в Европе, помеченные желтым цветом. А также больше всего делают снимков на севере Северной Америки и на берегах всех материков. На берегах Австралии, Южной Америки, на берегах Саудовской Аравии, Индии, а также, как ни странно, на юге России. Делают достаточно много фотографий. И, опять же, почему? Да потому, что это связано с климатом и красотой тех мест. Потому, что никто не будет делать много фото в африканской пустыне или холодной Гренландии. Карта, которая показывает, где живут остальные 2% людей Австралии. Дело в том, что Австралия – материк, который заселен не полностью. Люди живут в основном в своей массе на берегах Австралии, где и были построены крупные города. В основном же Австралия – это заповедник животных. И лишь 2% людей Австралии живут в центре нее. Карта, которая показывает, в каких странах живут самые привлекательные женщины. И Россия в этом списке лидирует. Самые же некрасивые женщины проживают в Африке и Иране. Умеренно красивые женщины обитают в Северной Америке и Австралии. А также самые красивые женщины наряду с русскими, по данным этой карты, проживают в Бразилии и Аргентине. И что самое интересное, аргентинские девушки, по данным, являются красивее русских. А как вы считаете, встречали аргентинских красоток? Карта потребления кофе на душу населения. Самые яростные поклонники кофе живут в Швеции, Норвегии, а также на севере Финляндии. Возможно, они там поклонники не только горячего кофе, но и горячительных напитков. Опять же, сказывается климат, который требует выпивать что-то горяченькое. А вот на втором месте очень увлекаются кофе в Бразилии, Северной Америке, Австралии, ну и, конечно же, в Западной и Центральной Европе. В этих странах также обожают побаловать себя кофейком и употребляют от 2,5 до 4,5 килограммов кофе в год. А вот карта самых густонаселенных мест на планете. В пределах этого круга живет больше населения, чем на всей остальной территории планеты. Настолько плотно там живут люди, и когда вечером вы выйдете на улицу, вы не увидите пустых улиц в таких государствах. Самые посещаемые страны мира на карте мира. Это, конечно же, США и Север Северной Америки, а также Китай. На втором месте люди посещают чаще всего Россию. От 20 до 50 миллионов человек в год посещают Россию туристы. На третьем месте люди посещают чаще всего Бразилию и Австралию. Средний размер груди в различных странах мира. Как ни странно, самая большая грудь у девушек из России. И этот размер начинается с размера D. Далее делят места девушки из Северной Америки, Бразилии и Австралии. Размеры груди этих девушек примерно равны размерам C и B. А вот обладательницами самой маленькой груди считаются женщины из всех азиатских стран. Китая, Японии, а также девушки Перу и Боливии. А вот карта интеллекта людей мира. И здесь, в отличие от груди, лидируют азиатские страны. А именно Китай, второе место делят Россия и Северная Америка. Уровень интеллекта людей, проживающих на этих территориях, примерно одинаков. Ну а вот самыми глупыми считаются жители Африки и Индии. А рекорды тупости бьют жители государства Мозамбик, Габон и Камерун. А вот карта, которая показывает, в каких странах по какой полосе ездят автомобили. По левой или по правой стороне дороги. Вообще правостороннее движение распространено по всему миру, кроме таких стран, как Австралия. Там ездят по левой части. А также Индия, Великобритания, а также некоторые страны Южной Африки. По левой стороне дороги также ездят люди из страны Гаяна, Суринам и французская Гвиана. А также левостороннее движение в Японии, Малайзии и Индонезии. Во всех же остальных уголках земного шара передвигаются по правой стороне дороги. Вот в таком вот развлекательном ключе можно изучать географию и карту мира. А вот так выглядела бы планета, если бы океаны поменялись бы местами с материками. Ну а на этом все. С вами были Интересные Факты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok